Продолжение следует... Продолжение следует... Это короткий период вегетации в земледелии, растений. То есть от посева до уборки в короткий промежуток времени. И надо возделывать те культуры, которые в этот период сумеют взойти, развиться, колос налиться, вызреть. И мы можем убрать коричь о зерновых, потому что по пропашным культурам вроде определились. И нам надо выходить на 9, даже 10 миллионов тонн, первый этап 9, 10 миллионов тонн зерновых колоссовых без рацио. Что делать? Особенно важен этот вопрос для Витебской области, для Северомогилевской, Минской и даже Гродненской областей. Что делать? По Витебску мы уже тысячу лет ведем разговор об изменении севооборотов. Но ни один руководитель Витебской области так и не решил эту проблему. Как быть? Возделывать только травянистые корма в Витебской области. Ну понятно, кого мы на траве вырастим. Хочешь, не хочешь, но нужны концентраты, комбикорма. Любой специалист это понимает. А для этого нужны зерновые. Что возделывать? Поэтому в прошлом году это никакая не новинка. Просто я рискнул очень жестко поставить вопрос по возделыванию азимового ячменя. Работая в сельском хозяйстве, я возделывал азимовый ячмень для того, чтобы пораньше получить зерно и подготовить, ну скажем, комбикорм. Второе азимовый ячмен всегда раньше убираем. В этом тоже ценность его в конце июля, даже после середины июля, если раньше посеять. И я всегда обкатывал комбайны и комбайнеров. Комбайнеры провокали к уборке. Мы заканчивали уборку азимового ячменя, комбайны отрегулированы. И подошел рапс. Мы его совсем немного возделывали. Убрали рапс, перешли к зерновым колосовым пшеницам, ячменю, овсу, ржи и так далее. Вот такая цепочка. Ну параллельно, конечно же, травянистая карма заготавливали. Я это к чему говорю, что для того, чтобы нам не париться, как всегда, по зерновым колосовым, думаю, что нам надо вернуться к более серьезному возделыванию азимового ячменя. Меня волновало в прошлом году, когда принималось жесткое решение одно. Сможем ли мы получить не просто урожайность, нам нужно зерно качественное, хорошее. Если 10 миллионов получим, счастье на этих посевных площадях, не сокращая объемы рапса и других культур. То есть за счет интенсивного ведения хозяйства. Поэтому этот год, конечно, и влаги было достаточно, и прочее, показал, что азимовый ячмень – это чудо. Я таких полей азимового ячменя никогда не видел. Во-первых. А во-вторых, я мало видел полей вот таких и вообще зерновых колосовых. Очень мало видел. Передовых хозяйствах. Поэтому сегодняшний день, я говорю, я уже здесь третий раз, когда посеяли, когда были в сходы смотрел. И вот сейчас перед наливом зерна. Я однозначно убежден, что азимовому ячменю быть. У нас посеяно сколько? 61 тысяча. 61 тысяча гектар, а всего сеем мы пашни. Пашни 5 миллионов. Пашни 5 миллионов. Мы посеяли всего 60 тысяч. Это ничего. На первом этапе, я думаю, нам выйти на 250-300 тысяч гектаров ячменя. Но ни в коем случае, как у нас обычно бывает, не скатиться на возделывание ячменя без технологии. Без технологии не надо этим заниматься. Для Витебской области это выход из положения. Поэтому это действительно переломный момент в сельском хозяйстве. В плане насыщения нашего животноводства качественными кормами. Это азимовый ячмень. Дальше мы посмотрим. Я попросил вас высевать рапс. Разные культуры. Почему я говорю сегодня о рапсе? Рапс это деньги для крестьян. Сегодня даже в период этих санкций бешеных, в этот период, Европа просит дать рапсовое масло. Около миллиона тонн рапса мы должны получать. Мы уже сегодня больше 700 тысяч имеем. Да, 722. Поэтому надо выходить на миллион. Даже с этими посевными площадями, что у нас есть, если вот так технологически хозяйствовать, мы будем иметь этот миллион. Вот тема. Это должно переломить сельское хозяйство. Поэтому быть азимовому ячменю и быть рапсу. Еще раз здесь встретимся, когда будем вести уборку. И рапса, и ячменя. Да, конечно, кто-то посмотрит, скажет, ну ясно, это же за забором президента, он бывает. Поэтому тут сделали уже как надо. Об этом и речь. Надо делать как надо, везде. Надо дать толчок этому великому делу. Поверьте, это революция будет на селе. Если в эту голодуху, а голод будет в мире, будет. Даже я уже в это верую, несмотря на трепотную политику. Будет. Если мы обеспечим продовольственную, мы уже ее обеспечили, сможем накормить скотину, у нас всегда будет молоко, мясо. А еще по падежу, вот я с них спрошу, у нас не будет никогда проблем и с деньгами. Азимы в структуре зерновых занимают 56%. Проназилизировал несколько лет, то вал зерна дают 65%. Поэтому, естественно, нам надо больше уходить на азимы. В том числе и то, что касается азима ячменя. По области мы увеличили эти объемы в прошлом году. Хотя мы считаем, что недостаточно. И, конечно, будем увеличивать. И, конечно же, мы делаем упор кукурузы на зерно, что тоже дает на 125% увеличение. Оно при меньших площадях и большей урожайности дает, конечно же, эффект. Азимы ячмень, совершенно верно, заметил его преимущество, да, я повторю, да, это самая ранняя культура, это самая засухоустойчивая культура, что для нас очень важно. Но у него, к сожалению, есть и недостатки. Это низкая зимостойкость. К сожалению, он страдает от вымокания. Значит, надо подбирать правильно поля. Совершенно верно, да. Есть риски определенные у азимов ячменя. Пока неплохой результат. Но, может быть, лучше. И дождь лил, и морозы были, все было. Да, в целом, вроде ничего. Дожди проходили в мае. Особенно весна. Апрель месяц был очень холодный. Поэтому не сказать, что идеально было. Но, видим, урожай неплохой здесь должен быть, если все сложится, как мы запланировали. Посмотрим. Андрей Горчик, когда вы у нас появляетесь, я вам новую продукцию. Это чистое рапсовое масло, да? Чистое рапсовое масло. Которое идет у нас в магазин, и люди уже полюбили и покупают. Он выдерживает при жарке 200 градусов, а подсолнечное немного больше 100. А вот это горчичные семена, я уже порошок не делала, горчичные семена, их можно даже утрушком 8-10 семян очень хорошо очищает сосуды. Ну что, Леонид Константинович, мешает нам иметь везде такой рапс? И отношение к работе, и профессиональность к технологам, и техническое обеспечение. Не хватает дисциплины у нас, и все единственное. Если бы все делали так, как надо, не было бы проблем. Поэтому разговор о том, что у нас тракторов не хватает, плугов и сейлок, в этом году надо закончить. Головченко поручил, он посчитал энерговооруженность нашу, она оказалась вышеевропейской. Просто у нас халатно относятся к технике, никто ее не бережет, она стала дорогой, она стала более сложной. Поэтому надо, чтобы специалисты, руководители ответственно к этому относились. Машинный двор въехал, выехал, вовремя приехал, и спрос с механизатора, с каждого. Слушай, ничего нового, мы с тобой это уже проходили. Абсолютно, да. Поэтому беречь надо технику, и вот так работать.